Криминальные новости на нашем телеканале. Это программа Город 112. Я, Андрей Чумаков, приветствую всех, кто решил узнать о главных происшествиях к этому часу. Вот о чем пойдет речь в этом выпуске. 9 лет колонии за роковую шутку. В Ставрополе осудили командира взвода, застрелившего курсанта Краснодарского университета МВД. Средства связи тоже бывают подпольными. Партию контрабандных сим-карт конфисковали полицейские. Почему в Индии тем, кто не сделал покупки в магазинах, запрещено там танцевать голыми? Ответы в рубрике «Правовые абсурды». Теперь подробности. В Ставрополе осудили командира взвода местного филиала Краснодарского университета МВД, застрелившего курсанта, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Юг». Напомню, трагедия произошла 15 июня прошлого года. Курсант-первокурсник вместе с товарищами находился в столовой учебного заведения. В это время к нему подошел ком взвода лейтенант Максим Тимошов и выстрелил из табельного пистолета ему в голову. Парень был еще жив, его срочно госпитализировали. Спустя некоторое время он скончался в реанимации, так и не придя в сознание. Суд признал офицера виновным в причинении смерти по неосторожности и превышении должностных полномочий и приговорил его к 9 годам колонии. Кроме этого, в течение трех лет он лишен права работать в полиции. Две сотни контрабандных сим-карт конфисковали полицейские в Краснодаре. Это произошло в ходе совместного рейда правоохранителей и сотрудников управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В результате специалисты выявили факт продажи нелегальных сим-карт. Продавец, 22-летний житель республики Адыгея, так и не смог предъявить инспекторам необходимые документы и договоры с операторами связи. В итоге на злоумышленника составили протокол и выписали ему штраф. Добавлю, с начала этого года полицейские уже провели три аналогичных рейда. В результате они пресекли деятельность двух нарушителей закона. В прошлом году таких случаев было 12. Двухлетняя девочка выпала из окна в Денском районе. Малышка, оставшись буквально на пару минут без присмотра родителей, забралась на подоконник и упала вниз. К счастью, окно было на первом этаже. Тем не менее, этой высоты оказалось достаточно, чтобы ребенок получил серьезные травмы. Врачи местной больницы, куда пострадавшую девочку привезли ее родители, обнаружили у нее перелом ключицы и многочисленные ушибы. Сейчас ее жизни ничто не угрожает, уверены медики. Тем не менее, малышку они оставили в больнице под присмотром. Несчастным случаем с выпавшим из окна ребенком заинтересовались сотрудники райотдела полиции по делам несовершеннолетних. Сейчас они выясняют обстоятельства случившегося. Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в центре Краснодара. ЧП произошло около половины 11 утра. По предварительной информации автоинспекторов, пенсионер на десятке ехал по Суворово от мира. Водитель, не сбавляя скорости, хотел проехать нерегулируемый пешеходный переход. В этот момент по зебре шла женщина. В следующую секунду она оказалась под колесами машины. С тяжелыми травмами женщину экстренно госпитализировали. Сейчас автоинспекторы выясняют подробности случившегося. К другим темам. В одном из торговых центров Краснодара по улице Дзержинского ставили картинки для взрослых. Порнографические фото попали на глаза огромного количества посетителей. Возле одного из парфюмерных магазинов на кафельном полу резко появились фотографии порнографического содержания. Многие посетители сразу начали делать снимки для соцсетей. Скорее всего, это была чья-то шутка, так как, по словам очевидцев, на картинках видно включенную программу для удаленного управления компьютером. По мнению сотрудников торгового центра, специалист, отвечающий за трансляцию рекламы, покинул временно свое место. На его компьютере были включены пикантные фото. Сейчас полиция проводит проверку по факту публичной демонстрации порнографии. Человеку, который устроил такой вечерний показ, может грозить до шести лет заключения. Диджей попался на краже музыкального оборудования в одном из краснодарских клубов. Подвела профессиональная тяга к музыке. О пропаже микшерского пульта и ноутбука полицейским сообщил хозяин заведения. Он рассказал, что в краже подозревает нового сотрудника. Его оформили на работу буквально за день до случившегося. После этого в клубе он не появлялся и не отвечал на телефонные звонки. Тогда полицейские нагрянули домой к диджею. В его квартире они нашли пропавшую технику. Молодого человека задержали. Сейчас ему грозит до пяти лет заключения. Знаете, чем знаменательна сегодняшняя дата? 20 мая только 1873 года фирма Леви Страуса компания получила лицензию на единоличное правопроизводство брюк с наклейками на карманах. Вот эта дата и считается официальным днем рождения джинсов. Теме одежды и походам по магазинам и будет посвящена наша сегодняшняя рубрика «Правовые абсурды». Начну с американского городка Джольет, штата Иллинойс. Любую его жительницу могут арестовать только за то, что она примеряет в магазине более шести платьев за один раз. Может быть, там они так борются с кражей одежды? А в Индии посетителям магазинов, не сделавшим никаких покупок, запрещено танцевать в этих самых торговых точках в Неглиже. Хотел бы я знать, неужели были случаи, ставшие поводом для принятия такого закона. В Ливерпуле женщинам запрещено находиться в публичном месте топлес, правда, с одним исключением, если эта женщина является продавцом в магазине экзотических рыбок. Оказывается, не такие уж консервативные эти англичане. Но в Барселоне все куда серьезней. Там даже в купальниках запрещено разгуливать по улице местным жительницам. Что же касается Таиланда, то там действует строгое табу на выход из дома без нижнего белья. Интересно, кто это контролирует. Может быть, там у них в Таиланде есть особый нравственный отдел полиции. Ну а в африканском свазе Лэнди, наоборот, не так давно был принят закон, запрещающий женщинам носить трусы. Его инициатором стал местный монарх, взявший курс на возврат к давним национальным традициям. Наказание за нарушение этого правила предусмотрено довольно унизительное. Правоохранители обязаны сорвать нижнее белье, садевшие его женщины, и разорвать на мелкие кусочки. Правда, лично я не могу понять, как блюстители порядка увидят это самое белье, если по изданному тем же монархам закону жительница с Вазиланда старше 10 лет обязана носить юбки не выше колена. На этом все. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Очередной выпуск программы город 112 в 18.30. Прощаюсь ненадолго.